Парни, всем привет! Сегодня мы решили потестить Одесс. Мы давно решили потестить Одесс, но только сегодня, спустя две недели, как наш друг его приобрел, мы смогли с ним встретиться. А за эти две недели случилось очень много интересного. Да, мы, как и вы, мечтали о бюджетной, недорогой модели квадроцикла. Сейчас сами понимаете, да, что творится с BRP. А здесь вот такой вот квадрик, который копия BRP. И, собственно, на него мы возлагали большие надежды. Сюда можно спокойно установить 30-е колеса. Но, к сожалению, наш тест не состоялся. И сейчас мы вам расскажем, почему. Вот такая вот история. Что-то ты без настроения. Мы все, как и вы, мечтали о бюджетном квадрике. И вот у нас на горизонте замаячил Одесс. Более того, наш друг его приобрел и стал на нем кататься. Да, мы приехали, посмотрели просто, ну, копия BRP, как многие говорят. Сейчас мы вам покажем пробег этого квадрика. Здесь пробег совсем небольшой, к сожалению. 294 километра. И произошел полный капец. Так, вот у нас движочек разобран. Обратите внимание. Ну, и, соответственно, вот эта вот коробочка тоже отобится. Здесь у нас проблемы складочные. Сейчас нам более подробно расскажет мастер, что здесь произошло. Ну, изначально поднялся стук с мотора, когда, получается, люди ехали прям по прямой дороге по асфальту. Позвонили мне, я подъехал, не заводился, был стук. Сначала думал, что обгонные муфты стартера. Потому что один котел пытался завестись, второй ни в какую. Но подумал, обгонная муфта, начал сливать масло, чтобы ее заменить. При сливе масла мы обнаруживаем, вот, все было в картере, вот, в медной вот этой вот стружке. А эта стружка? Эта стружка идет от вкладышей. То есть, при разборе мы видим вкладыш, который, получается, один на один. Вот в этом месте зашел, как будто, образно, были гайки ослаблены. Но тут было все в порядке, все хорошо затянуто. Изначально провертывание вкладышей, это у нас что? Это давление масла и масляный насос. Поэтому насос, да, сначала решил проверить? Да, масляный насос, он оказался у нас в порядке, без всяких задиров, без ничего. То есть, причина задирания вкладышей, мое подозрение, что это было или сырой металл, или какой-то брак, или еще что-то, потому что масляные каналы в коленвале были все в порядке, все посмотрел, и вот эти болты были нормально затянуты динамометрическим ключом, то есть, откручивал, то есть, ну, причина того, что или какой-то брак. Так же, за этот промежуток километров были обнаружены на поршнях прихват, да, прихват. Получается, это первый цилиндр. Так же мы смотрим, так же они присутствуют и на цилиндре. И во втором цилиндре, во втором цилиндре, с поршнем все оказалось более-менее лучше, вот. Но, вот если обратить внимание, вот мы видим вот эту пленочку, это называется хон. За 300 километров, которые мы видели на одометре, уже хон стертый. Как так, непонятно. Ну, смотри, я не очень разбираюсь в моторах, и большинство, кто нас смотрит, наверное, тоже не очень хорошо разбираются в моторах. Я сейчас вижу здесь просто один сломанный вкладыш, да. Правильно. То есть, давай его просто вот новый закажем, поставим и поедем дальше. Или это невозможно? Это невозможно, потому что, если обратить внимание, задир вкладыш настолько прогрыз коленвал, что он не как обточки, и не как он, ну, то есть, и он неремонтопригодный. Неремонтопригодный. Да, то есть, коленвал нужен новый, а так вот эта стружка, которую мы видели на видео в самом начале, она прошлась по всему. Она прошлась, вот как мы видим, повреждение картера, вот задиры, царапины, повреждение вкладышей. Ну вот. И также она умудрилась и пройтись по распредвалам, то есть, она сделала задир на распредвалах. То есть, крошка эта прошлась по всему мотору. Шатуны пойдут в дело, не? Нет, шатуны уже не пойдут в дело, потому что на них тоже... Выработка, да? Ну, из-за того, что, да, я его провернула. Второй шатун, получается, просто наелся вот этой стружки и его тоже под замену. То есть... А ты знаешь, почему мы приехали к тебе сегодня, вот буквально так на всех парах? Мы откладывали этот вопрос, ну, ждем все-таки, что скажет дилер, да, по поводу нового двигателя. Сегодня нам позвонил товарищ наш, у которого тоже есть Одесс. И у него точно такая же проблема. Тоже крякнул двигатель на 700 километрах. Представляешь? То есть, это уже два случая. То есть, это не первый случай. Да, он его покупал в марте. Пробег 700 километров. У него, да, вот уже второй мотор Одесса. Ну, это, конечно, на мой взгляд, страх и риск. Ну, все говорят, что якобы запчасти подходят от BRP и поршневая, и все. Я много тоже еще моторов BRP перебирал бы. В принципе, мои подозрения, что если дать мне мотор с BRP и с мозгами Одесса, форсунками и датчиками, можно попробовать BRP-шный мотор завести. Ну, с одной стороны, это можно назвать колхозом. Колхозом. Проще взять новый двигатель Одесса, поставить и поехать кататься. Но не факт, что новый двигатель тоже проедет много. Поэтому, может быть, лучше бэушный мотор BRP попробовать, чем выпрашивать по гарантии новый движок Одесс, который проедет от 300 до 700 километров, что мы в данный момент понимаем. Если мы будем сравнивать вот этот мотор и BRP-шный, то есть, в принципе, что мы сдаемся? Внешне все похоже. Внешне все похоже. Но когда мы начинаем скрывать, то мы видим качество все равно картера, качество поршней, качество кармала. Да, все не того качества, которое нам надо. Вплоть до того, что кривые шатуны. Это мне рассказали про второй двигатель, который также сломался на 700 километров. Вот такая вот история. Мы сейчас будем смотреть дальше и расскажем вам, чем закончился ремонт второго двигателя. Все у нас на канале. Александр, как называется твой сервис? Никак. Просто Александр. Внизу под видео будет ссылка на штуки. Инстаграм? Инстаграм есть. На его инстаграм, да. Если вы еще хотите что-то интересненькое узнать про Одесс, или починить любой другой квадроцикл, BRP, Yamaha, обращайтесь к Александру. Внизу под видео будет ссылка на его инстаграм. Находится он в районе Пушкина. Ярославское направление. Да, Ярославское направление. Ну, можете привезти к нему квадрик на ремонт. Или я могу сам доставку сделать. Да, то есть все без проблем. Это же капец, посмотри, а. Это же 300 километров пробег. Два Одесса. Два Одесса с марта месяца. Одному повезло, он проехал 700 километров. Ой, Дим, я так рада, что мы его не купили, а то я тебя уговаривала. Я бы просто сейчас спать не смог спокойно. Это же потратить лям на вот этот вот Китай, который еще к тому же и РЭМ. У BRP сейчас космические цены. Ну, что делать? Я тоже хотел купить это тоже. Слава Богу, меня Бог отвел. Причем мы не хотели выкладывать это в видео. Мы думали, что это какой-то частный случай, единичный. Но с марта месяца уже как бы второй квадрик. Это уже... Только у наших знакомых. Только у наших знакомых, да. Два квадрика, два Одесса. Ну, все, ребята. К сожалению. Да, мы показываем только правду. К сожалению, новости ужасные, но чудо не произошло. Поэтому надеемся, что у кого Одесс уже есть, ну, надеемся, что вы его, может... Я даже не могу посоветовать его продать, потому что его кто-то другой купит и такая же. Короче, думайте сами, что с этим делать. Мы рассказываем вам только факты. Парни, я не придираюсь, так же, как и вы, имел надежду о том, что найден новый бюджетный квадрик. Но, к сожалению, чудо не произошло. И китайский квадропром снова подвел. Я же хотел себе купить то же самое, но в последний момент узнал о том, что Одесс и РМ это практически одно и то же, и что-то меня остановило. И видит бог, я не ошибся. В данный момент здесь проблемы с двигателем. Двигатель полностью сломан, поэтому речи даже не идет о замене каких-то отдельных частей. Речь не идет о запчастях. Речь идет полностью о замене двигателя. Нужен новый двигатель. Посмотрим, как поведет себя дилер в данной ситуации. Выполнит ли он свои гарантийные обязанности. Поможет ли он одному из первых покупателей данной модели. И будем вам рассказывать, чем закончится эта история. Как пройдет ремонт. И насколько дилер будет лояльно настроен к клиенту. Оставайтесь с нами, следите за нашими новостями.